Всем огромный привет! Сегодняшнее видео посвящаю клубнике. Обожаю эту ягоду, вся моя семья ее обожает. В общем, сегодняшнее видео посвящаю тому, что расскажу, как я готовлю свои грядочки для будущих посадок. Еще с весны я решила убрать вот эти вот посадки клубники, как только она отплодоносит. Сейчас она уже убрана, я ее засеяла сидератами. Здесь у меня высажена фацелия, она уже подросла, буквально на третий день она начала всходить. До весны я ее трогать не буду, если, конечно, она начнет цвести, нужно будет ее скосить и оставить ее на этом же месте. А весной уже нужно будет перекопать и внести какие-то удобрения. В этом году горчицу высаживать категорически отказалась по одной причине, потому что в нашем саду развелось очень много бложки. Они весной просто атаковали мою капусту. Капусту, конечно, я выходила, она начала завязываться, все отлично, но повторное появление и размножение может спровоцировать эта горчица. Так что горчицу я пока на время забуду, буду высаживать какие-то другие сидераты. Ну, выбрала вот фацелию. Фацелию, кстати, я купила в светофоре по очень выгодной цене и приобрела там два пакетика. На этот сезон двух пакетиков не будет достаточно, а там уже посмотрим и можно высаживать какие-то другие сидераты. На этом подготовка почвы для посадки клубники до весны у меня практически закончена. Нужно будет только следить за тем, чтобы не вылазила кое-где старая клубничка. Убирать сорняки, чтобы они не набросали семян. И следить, чтобы почва не пересыхала, чтобы наросла очень хорошая зелень. Чтобы наши сидераты очень хорошо постарались и внесли в нашу почву органику. И вот на этом вся моя подготовка закончена до весны, конечно. Ну, зима быстро заканчивается. И затем уже нужно будет перекапывать, вносить и высаживать. В принципе, если у вас очень хорошая плодородная земля, очень рыхлая, то можно и не высаживать сидераты. У меня же почва очень тяжелая, суглинистая. И мне приходится постоянно прибегать к каким-то методам, чтобы улучшить и структуру, и питание своей почвы. Я вот постоянно высаживаю сидераты для того, чтобы улучшить свою земельку.